Великий или чистый четверг для православных христиан – очень важная дата. Завершается Великий пост. В этот день на архиерейской службе совершают очень важный для православия обряд – омовение ног. Это символическое повторение тайны вечери Христа, где он мыл ноги своим ученикам. Это символ глубокого смирения и проявления самого глубокого смысла веры. В храмах в этот день проходят необычные литургии. С чистым четвергом связана главная народная традиция – печь куличи. В этом году мы в большом объеме выпустили шоколадные куличи. У нас два вида куличей – наш фирменный и шоколадный. И, знаете, нам захотелось добавить побольше изюма, побольше других ингредиентов, чтобы они были еще насыщеннее. Вот сегодня они еще более яркие по вкусу. Пасхальные куличи по старинным рецептам сильно отличаются от тех, что пекут сейчас. Профессиональные пекари и кондитеры говорят, что сегодня меда и изюма для пасхальной выпечки уже недостаточно. Нужны новые яркие вкусы. Поэтому в тесто добавляют много шоколада, цукатов и пряностей. Подробной рецептурой профессиональные пекари не делятся в секрет фирмы. Но зато сообщили несколько секретов. Важно, чтобы ингредиенты были качественными, а у пекаря было хорошее настроение. Ну, шоколадный кулич у нас, во-первых, это замечательная качественная мука, наше натуральное мордовское сливочное масло, несколько видов пряностей, изюм, цукаты и шоколадные диски. Он очень яркий по вкусу, практически торт. Куличи сейчас даже украшают по-другому. Если раньше дело не шло дальше глазури, то сегодня декора так много, что глаза разбегаются. Безе в форме цыплят и зайчиков, разноцветная посыпка и глазурь и пасхальные надписи. Сладкоежки точно будут довольны и среди всего этого разнообразия смогут отыскать свой неповторимый пасхальный кулич. Ксения Бебинова, Андрей Просверкин. Наши новости.